Добрый день! Сегодня 30 июля 2022 года. Я читаю письмо от 16-го. Здравствуйте, уважаемая Галина! Пишу вам продолжение моего письма, которое выходило под название «Скупой или экономной? Лапочки мои золотые». Когда у вас продолжение, вы, пожалуйста, пишите это в название, потому что вы тему поставили письмо на канал, а оказывается, это продолжение. Продолжение я читаю вне очереди. Меня зовут Тактам. Мне 36 лет, я живу в Новосибирске, в разводе один год. Хочу, чтобы вы мне помогли разобраться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Хочу выразить отдельное спасибо всем девушкам, которые оставляли комментарии под роликом. Я всё читаю и благодарна за них. И я читаю всё, за исключением тех моментов, когда там уже идёт длительный разговор. Я туда не проваливаюсь. Итак, напомню, я встречалась с мужчиной из США в Турции. После нашего расставания мы разъехались. Я к себе домой, он в Польше к своей маме. Мы продолжали общение по видео и переписку ещё неделю. После этого он улетел обратно в США. Он начал вести себя странно. Писал, что у него много проблем и плохое настроение. А от чего плохое настроение? Проблемы у нас в жизни бывают. И в хорошем настроении они решаются проще. Не надо впадать в депрессию. Я старалась быть вежливой и подбадривала его. Общение по видео он прекратил, а я не настаивала. Периодически он писал мне о том, что он хотел бы переехать в Россию поближе ко мне. В сегодняшних условиях переезжать в Россию. Ребята, вы о чём, мальчики? Эту страну не сегодня, а завтра пособником терроризма объявят? Посмотрите на те страны, которые могли бы быть процветающими. Как они сильно отстают от всех других? Зачем вы поедете в страну, которая толкнула себя в пропасть? Хотя изначально я озвучила ему, что считаю, что нам стоит жить в его стране, где у него есть стабильная работа, и он чувствует себя уверенно. На что он сказал, что мне и моим детям, в основном моему сыну, будет сложно адаптироваться в другой стране. Почему моим детям будет сложно адаптироваться? Дети адаптируются в любой стране быстрее, чем взрослые. Вот мне будет сложнее, чем моему сыну. Хотя мой сын изучает английский язык и вполне неглупый мальчик. Тем более он будет блистать здесь, и вы будете им гордиться. И к тому же у него проблемы с тем, что бывшая жена преследует его и пытается манипулировать им через его детей. Тем более не надо уезжать в другую страну, потому что она еще больше будет манипулировать. Так можно решить, что детки то с мамой, то с папой, и все спокойненько. Когда выйдешь из страны, ну и как ты будешь с детками встречаться? На мои вопросы о возможности жить в Германии, о чем он говорил раньше, он ничего не ответил. Как и на все мои вопросы, на что мы будем жить в России, и как он планирует искать работу, он тоже не отвечал. Он не отвечал, потому что ответов нет. Я же вам рассказывала, что в то время, когда Обама на второй срок баллотировался, мой муж сказал, если изберут, мы уезжаем из страны. И куда мы поедем, мой дорогой? В Россию. И кто тебя там будет кормить? Когда он задумался над этим вопросом, и я ему объяснила, что какой бы хороший ты инженер не был, тем более, что ты и не инженер уже, а продавец-инженер, там ты не найдешь никакую работу, только если убирать в офисе, но они предпочитают женщин. И на ту зарплату прожить нельзя, а сбережения наших будет недостаточно. Сразу все понял. Задавайте конкретные вопросы. Предлагал переехать в Калининград, потому что это в Европе, и, возможно, жилье там дешевле, чем в моем городе. Но я считаю, что данное время это глупая идея, так как никто не знает, что может произойти в нынешней ситуации. Да, да, да. Вполне возможно, что эта немецкая территория отойдет в ту самую Германию, про которую он умалчивает перспективы жизни. Тем более, что если вдруг вы надумаете купить жилье, которое до присоединения этой территории к России кому-то принадлежало, скорее всего, его заберут, потому как оно должно возвращаться прежним хозяевам. То есть, если покупать, то только новостройки. Ранее я скидывала ему цены на жилье в нашем городе, но цена в 10-12 миллионов рублей шокировала его. Он сказал, что это очень дорого, и в Америке можно на эти деньги дом купить. Так 10-12 миллионов, это порядка по 70, считаем, 150-170 тысяч. Да, можно купить дом, но домик, несмотря в каком штате. То есть, вот приличный дом, вот я вам показывала свой, в котором мы сейчас живем, он 350 стоит, а не 150. И поскромнее чуточку я взяла свой, он 250 сейчас стоит. Я его сейчас за 208 брала. Ничего тут за 150 не купишь. Где же он живет-то, что он собирается на эти деньги дом купить? Предлагал поискать район, город подешевле. Какие-то сомнительные, на мой взгляд, варианты, которые я отвергла. Ребята, если где-то дома подешевле, то и возможности заработать тоже будут значительно меньше. Недавно у меня на Канаде спрашивали, что бы я хотела поменять в своей жизни. Если бы у меня была вот такая волшебная палочка, я бы могла вот открутить назад и что-то там поменять. Я практически ничего бы не стала, кроме того, что я бы переехала в Москву. Даже если бы я не поступила в институт, вот прямо сейчас мне девочка объясняет о том, что при социализме было так хорошо, и жилье давали бесплатно, и очередь на это жилье была небольшая, хотя я видела, что люди по 12 и по 20 лет ждали жилье, и жили 2 и 3 поколения в одной квартирешечке. Но я теперь с высоты своего возраста знаю, что мои ровесники уехали в Москву, поступили там в строительное училище, она тоже строитель, и получили там шикарные квартиры. Потому что, да, у строителей была совсем другая очередь. И я бы сейчас, если бы вдруг не поступила в институт, я бы пошла в строительное училище и стала потом приобретать, может быть, и строительную профессию, вот в ВУЗе уже. Но училась бы и работала, и жилье бы имела, потому что там другие цены, другие зарплаты, а теперь мы знаем, что и другие пенсии. Вот учитель в Сибири, я сейчас не знаю, а вот 5 лет назад, когда я ездила, у меня подруга, министр просвещения в своем районе, и она с гордостью мне говорила, Галя, моей учителя, получает 30 тысяч рублей. То есть 30 тысяч рублей на 7 делим получается 450, допустим, долларов, а не 200 и 300, как большинство населения в Омске даже получали на тот момент. А в Москве зарплата была 60 тысяч. Это без классного руководства. А с классным руководством, по-моему, тысяч 20 они доплачивали. То есть все 80. Разницу видите? И не знаю, какая сейчас разница в пенсии, но у меня сосед, мой любимый, прописался в Москве с тем, чтобы пенсию другую получать. Совершенно другая пенсия там. И мы про это тоже думаем, потому что, ребят, не успеете оглянуться, и вот она, пенсия рядом. Искать, где подешевле жилье, не надо. Надо искать, где хорошие зарплаты, где есть какие-то градообразующие предприятия, которые в ближайшие перспективы не будут закрыты. Слушайте экономистов российских, там много умниц, которые рассказывают, вот это, вот это, вот эта отрасль продержится столько-то, а это уже сейчас. Закрывает в свои предприятия столько-то безработных, так-то они их пытаются задействовать, чтобы вот эта шкала безработицы не перла. В Россию сейчас переезжать, это просто быть сумасшедшим. Объясняйте это своим мужчинам, которые... То есть, когда там была стабильность, когда был экономический рост, этот вопрос мог рассматриваться, но всё равно мы останавливались. Сравни зарплату здесь и зарплату там. Сравни, сколько у нас остаётся, на каких машинах мы ездим, по каким дорогам мы ездим, и как мы здесь защищены. Вот это уже тогда работало, хотя Россия росла семимильными шагами последнее десятилетие. А сейчас куда туда ехать-то? За какие такие цены? Я ещё не послушала, но сейчас вот мелькнул, уже Зубарева говорит о том, что вот жилищный комплекс рухнет. Я не знаю, что цена ли там упадёт или что-то. У нас квартира там непроданная стоит, вот дочери на квартирах. Наверное, надо её на брата переоформить, пусть хотя бы он ею как-то распоряжается. На что он написал мне о том, что пытается найти варианты, при которых мы сможем быть вместе. Самый нормальный вариант – забирать женщину к себе. Я старалась задавать ему конкретные вопросы, исходя из которых можно было продумывать дальнейшие шаги, но он просто игнорировал их и предпочитал впадать в фрустрацию. Ребята, вот если мужчина игнорирует логику, а предпочитает быть в плохом настроении, подумайте, а надо ему эту логику показывать или продолжать лучше кого-то искать. Вы же за него цепляетесь, потому что с ним встретились. Давайте встречаться с кем-то ещё. Я понимаю, что в наше время сложнее, чем всегда. Но и тогда мы ездили не ко всем, кто звал, а только к тем, кого мы могли в дальнейшем рассматривать как возможного партнёра. Хотя были те, которые ко всем ездили. Сейчас такие есть даже на нашем канале. Периодически писал мне о том, что не видит с моей стороны сильных чувств. А как они могут появиться всего за неделю общения? Конечно, нет. И вы ему про это честно говорите. Да, я тебя рассматриваю как возможную перспективу, но эта моя уверенность постоянно падает из-за того, что ты ведёшь себя вот как человек, который не думает о будущем, а который просто хочет сейчас подешевле где-то устроиться. Не надо этого делать. Давай работать на перспективу. Но это его сильно обижает. Для того, чтобы не обижала, надо, чтобы я в тебя влюблялась каждый день всё больше и больше. У меня не получается влюбляться, потому что я удивлена, почему он так себя повёл, почему он так прореагировал. А вот это мне надо или не надо? Будьте с ним откровенны. А я уже не в том возрасте, чтобы бездумно влюбляться. Да, это только молоденькие дурочки. Я написала ему о том, что мы провели недостаточно времени вместе для того, чтобы получше узнать друг друга. И так как мы взрослые люди, то должны ответственно подойти к своему выбору. Вы большая молодец. Да и вообще я не понимаю, к чему эта спешка с переездами. Нужно встретиться ещё раз, но он хочет, чтобы я как можно быстрее была с ним. Вот быстрее хотите, начинайте оформлять документы либо по эмиграции, как беженец, либо по визе невесты. Иногда он писал о том, что не хочет нагружать меня своими проблемами и поймёт, если я захочу прерывать наше общение. Решай свои проблемы сам. Не надо на меня их свешивать, но это не причина для того, чтобы расставаться. Проблемы есть всегда. Я ответила, что это всё больше похоже на манипуляции и желание переложить на меня ответственность за принятие решения об окончании отношений. А он всего лишь хотел хорошо провести время в отпуске. Я даже предлагала, как один из вариантов, который он сам предлагал раньше, пытаться получить нетуристическую визу в США и пожить вместе некоторое время, на что он сказал, что будет проще ему получить визу в России на два месяца, если я пришлю ему приглашение. Для того, чтобы получить визу на два месяца, не надо никакого приглашения. Разве интерес, я даже согласилась на это. Мне просто было уже любопытно, последуют ли за этим какие-то шаги. Я написала, что на сайте его консульства есть перечень необходимых документов, а от меня требуется приглашение и финансовые гарантии. Какие такие финансовые гарантии, если мужчина едет из более благополучной страны? Прошла неделя, но пока разговоры про визу больше не возобновлялись. Мне кажется, что он просто держит вас на коротком повадке. В общем, за неделю этих переписок я была раздражена и морально устала. Я совершенно не хочу испытывать эти чувства. И мне не нужны подобные эмоциональные качели. Постоянно вспоминаем Эрлин Монрос. Ее плохо жить я и сама могу. Девочка моя и все мои слушатели, Я хочу вам сказать, когда мужчина не оправдывает наших надежд, мы перестаем эмоционально включаться в эти качели. Пусть он сам на них качается, а мы смотрим, как посторонний зритель со стороны, наблюдая все эти его эмоциональные всплески, желание как-то выкрутиться, никак не вкладываясь эмоционально. Не надо рвать себе душу. Это один из возможных претендентов. И на сегодняшний день он ведет себя так, что я готова вас, мужчина, из этого списка претендентов исключить. Не надо, не надо. Вы зачем себя так уграбляете? Он ведет себя вот так. Вы спокойно, без эмоционального фона, вовлечения в ситуацию. Как подружка своя любимая. Смотришь на это и говоришь, «Ваши женщины мои, ну давай я тебе вот так отвечу. Посмотрим, как ты на это будешь реагировать». А сами в это время включайтесь в другие отношения. Кого-то приглашайте навстречу. Надо искать человека, который не выкручивается, а знает, я все смогу, я все сделаю, она будет счастлива. И вот это мои шаги, которые я и проговариваю от вашего мужчины. Я этого ничего не вижу, равно как и вы. Ну и зачем вам эти качели? На этой неделе он решил начать мне снова звонить по видео. Но я была уставшая из-за того, что моя дочь заболела, и раздраженная из-за него за такое странное поведение. И не хотела общаться, так как для себя уже предварительно решила, что эти отношения для меня, скорее всего, бесперспективны. Так как мужчина не хочет проявлять реальные действия, а просто рассказывает, в каком он встрется из-за нашей разлуки. Так это он из-за разлуки встретил. Мужчина, али, а ждать? Он пишет, что ему нужно спокойствие, он не сильно заинтересован в построении карьеры. Хотя мужчине 47 лет, и его не прельщает лакшери жизнь, он просто хочет жить со мной, а об остальном он не думает. Здравствуйте, приехали. Со мной жить у меня тут на коврике, что ли? Нет, давайте думать про остальное сначала, где и как мы будем жить. И когда вы озвучите весь план, я подумаю, соглашусь ли я на него. Со мной вы захотели. Мало ли вас таких, которые со мной захотел. Объясните, мужчина, почему я должна выбрать именно вас? Я сейчас вижу просто эмоциональную нестабильность и нежелание работать на перспективу. В 47 лет не заинтересован в карьере, а кто у вас мужчина будет содержать? А я думаю, я думаю, как будут жить мои дети и в каких условиях, какой у нас будет доход и прочие бытовые вещи. И он про это должен быть в первую очередь, он добытчик будущей семьи. Сейчас я не понимаю, как себя с ним вести. Ведь если мы будем вместе, если произойдет какой-то форс-мажор, то он снова будет паниковать. А если мы будем жить в России, то стрессы будут преследовать его регулярно. Вот и не надо жить в России. Вы ему объясняете, что я в этой стране в стрессах уже нажилась. Хочу спокойной жизни и спокойного мужчины. На сегодняшний день вы не производите впечатления той стены, за которой я могу спрятаться. Нам нужна стена. Может быть, у него просто денег нет. Он пытался экономить на всем. А сейчас, понимая, что не сможет перевезти меня с детьми в Америку, решил, что проще переехать в Россию. Это вполне возможно. Вы ему этот вопрос прямо в лоб так и задавайте. Мужчина, вы зачем ищете, где дешевле? Сколько у вас есть денег для того, чтобы приобретать жилье? В общем, галочка. Как корректно донести до мужчины, что для меня не подходит смело? Рай в шалаше. Так и говорите. Вы уже выше сказали. Я, в отличие от вас, думаю, где буду жить и где будут жить мои дети. И на какие деньги мы будем там существовать. Озвучьте, мужчина. Не надо рассматривать Россию в качестве перспективы, потому что все здравомыслящие люди сейчас лыжи куда-то навострили и стараются из этой страны уехать. Мне нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Вот эту фразу ему пишите. И я не понимаю пока, прекращать ли с ним общение или продолжать. Можно продолжать, но снять его с первой позиции, что это президент номер один. Вот я бы его сдвинула далеко-далеко, даже за тех, с кем я еще не встречалась, и которые звучат не очень серьезно. Потому что с этим встретилась, а вот там он хочет приехать в мою спальню. Ребята, по-чего? Если, мужчина, вы собираетесь переезжать в Россию, то мы переезжаем в ваше жилье, а это я сдаю и накапливаю денежки. Мне не нравится, что общение не доставляет мне удовольствия и переходит в разряд взаимных претензий. Я такое проходила в своем браке и не хочу повторять снова. Вот это тоже ему слово в слово так и говорите. Но на этом моя история не заканчивается. Я параллельно продолжаю общение еще с одним мужчиной. Молодец! Пока я была в Турции, наше общение было на стопе. Но как только я вернулась, я возобновила его, и мы перешли общаться в мессенджер. Он тоже американец, но живет в Германии и мечтает пожить в России, где вы берете этих клонов один к одному. Этот мужчина предлагает не Калининград, а пригород Санкт-Петербурга. Он сразу рассказал мне о своей работе. Из того, что я поняла, он стабилен и работает финансовым консультантом, и имеет возможность работать удаленно, чего не может делать первый мужчина. Он доволен своей жизнью и звучит более привлекательно для меня. Мы общались по видео только раз и просто созванивались. Нашли много общих интересов, похожих взглядов на жизнь. У него две взрослые дочери, которые живут своей жизнью, что меня устраивает. И меня бы это тоже устраивает. Смотрите, если он работает финансовым консультантом в своей стране, но предпочитает временно пожить под Петербургом, с тем, чтобы уже сейчас вы могли жить вместе, то этот вариант можно рассматривать как временный. Потому что под Петербургом он долго не проживет. Он либо в США жил в приличном месте, и в Германии климат нормальный по сравнению с Петербургом. Но как вариант можно на это соглашаться. Но я бы предварительно именно и встречу проводила под Санкт-Петербургом. Лично я даже летом там замерзаю. Я девочка из Сибири. У нас сухой там мороз. А в Питере он влажный. И мы, вот свадебное путешествие, я рассказывала, нас время ездили в Прибалтику, в Таллин. И мы провели недельку в Питере. Как можно было поехать туда и в Питере не побыть? Ребята, если в Таллине народ ходит, шубочка наброшена, но она распахнута. Она вот для того, что я в шубочке иду. Не знаю, ходит ли сейчас так. А вот тогда, в период социализма, вот шубочка эта была показателем вашего достатка, они вот так вот и были. А в Питере все вот так запаяны, или вот так запаяны. И пробирает ветер, мамочка до самых костей. У меня на тот момент была дубленка. И я ее не надела в Питер, потому что почитала, какая температура в это время. Она мне для сибирячки звучала, ой, не холодно там, хорошо. То есть такая температура в Омске, это теплая зима. Такая температура в Питере, это не знаешь, куда себя спрятать. Так что пусть поживет чуть-чуть там. Даже сейчас встретитесь и говорите о зиму, вот так вот так поговорить. Но местные как-то привыкли. Местные как-то привыкли, а я вот из Сибири, у меня зуб на зуб там не попадался. И мы с Женечкой же встречались в Питере в мае. Местные шли уже так, что у них пузичко голенькое. Тогда было модно. Коротенькие такие вот какие-то блузочки и штанишки на бедрах. И вот середина вот так открыта. Я на них смотрела, и от того, что я их видела, я замерзала. Какая-то я бабушка-бабушка, видимо, уже была в свои красивые 46. У него было двое длительных отношений на расстоянии с девушками из Венгрии, и с девушкой из Армении, которая жила в России. Но потом предпочла найти местного мужчина. Последние отношения длились около 4 лет. Она приезжала к нему в Германию на длительные периоды. Странно, что они не переросли всеместные отношения на расстояние. Но он упорно продолжал мне не говорить, сколько ему лет. Но сейчас был указан возраст 49. А когда я задала вопрос про его точную дату рождения, он игнорировал этот вопрос в сообщениях в два раза. А потом я всё-таки настояла на том, чтобы он мне сказал год своего рождения. И он насвучил галочкой. Ему 59 лет. Наша разница в возрасте 23 года многовато. Многовато. Это каждый решает, конечно, сам. Но вот 7 лет разницы вот с Лерей я восприняла нормально, потому что я к этой разнице уже привыкла. А вот к Жениной разнице я привыкала. Я очень сильно к этому привыкала. А 23 – это совсем много. Они уже всё видели, всё попробовали, везде побывали. И больше всего хочется вообще из дома не выходить. А нам ещё надо везде летать, всё смотреть, всё своими руками пробовать. Конечно, я была не готова к этому и пока не знаю, стоит ли продолжать общение или нет. С такой разницей в возрасте нужно понимать, ради чего мне это общение. Пока я слышу только слова. С другой стороны, я понимаю, что женщина с двумя людьми это большие расходы и может следует рассмотреть кандидата постарше, но более стабильного. Этот мужчина планирует прилететь в Россию только в следующем году в свой отпуск. И не ведёт речи о моём прилёте в Германию, например, и помощи в получении визы. Раз он этого не предлагает, вы сами говорите. Лад моя, у нас вот такая большая разница в возрасте. Я понимаю, что у меня двое детей, что это много расходов, и может быть, мужчина, мой ровесник, не сможет меня с детьми содержать так, как это сможете вы. Но прежде чем принять какие-то окончательные решения, я хотела бы личную встречу. Я не хочу тратить моё время вот до следующего года, когда мы только встретимся. Германия, она вот, она рядом. Покупайте мне билет, у меня есть шенгенская виза, мы едем, я прилетаю, встречаемся и смотрим, а стоит ли вообще время тратить. 23 года. Это очень большая разница. И я, может быть, готова буду на эту разницу согласиться, если я буду понимать, ради чего я это делаю. Вы всё перед этим мне сказали, вот точно так же говорите ему. Пусть он делает выводы, ого, такая хорошенькая, такая молоденькая, готова меня рассматривать, ой-ой-ой, полечу-ка я бегу. Ну, девочки, возрастом надо пользоваться. Пока я планирую оставить его во френд-зоне и искать дальше. Общение получается только с теми мужчинами, которые пишут сами. Лапулечка, переводите его в зону френда, но с которым вы уже встречались, делайте выводы и продолжайте общаться. И стучите, стучите мужчинам сами. Не надо идти на поводу мысли, что только те, кто сами написали, с теми получаются. Я добьюсь, что мне будут отвечать те мужчины, которым я постучалась, потому что я их выбрала. Надо все это ломать. Если честно, то руки опускаются, так как на сайтах уже все профили как родные. Вижу их в течение года и многим писала, но в основном ответа нет. Еще я заметила, что я подсела на письма вам и ваши мудрые советы. Надеюсь, на этом моя история не закончится и найдется достойный кандидат для меня. С уважением, сегодня самый лучший день. Лапочка, то, что подселено, написание-то здорово, потому что мы вместе анализируем. Вы это видите так, я это вижу так, а наши зрители еще какую-то перчиночку там добавят немножечко, чтобы ситуация смотрелась хорошо. То есть не отчаивайтесь, моя лапочка. Все прошли определенный путь. И я же тоже искала долго-долго, целых три года, имея собственное агентство, видя все эти ситуации, видя тех мужчин, которые просто пишутся и никуда дальше не идут, и все равно три года ушло. И пять встреч. Много всего. Но этот путь надо пройти. Хорошо, когда все получается быстрее. У нас вот несколько девочек на этой неделе вышли замуж. Мы за них очень радуемся, очень-очень радуемся, с тем, чтобы и в вашей жизни тоже поскорее пришло счастье. И чтобы выбрал он был правильный мужчина, о котором вы никогда не пожалеете, что именно его и выбрали. Я желаю всем успеха. А вы пишите продолжение, что происходит, как, но обязательно пишите, что это продолжение. И лучше вот хотя бы один из роликов предыдущих называть, чтобы я их все компоновала, потому что те, кто заходит, новички, они находят вот продолжение. А хочется же знать, как все это у вас получилось и как вы до такой жизни докатились. А с вами была Галина Смесь. Я желаю всем счастья, мира, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok